здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала это канал гостях у аннушки сегодня я готовлю очень вкусные пышные лепешки без дрожжей готовить буду лепешки на кефире готовится все очень быстро и просто для теста мне понадобится кефир 350 миллилитров кефир у меня комнатной температуры два с половиной процента жирности в кефир добавляю пол столовой ложки сахара и чайную ложку соли без горки все хорошо перемешиваю теперь кефир я добавляю просеянную муку примерно 4 5 столовых ложек и сверху добавляю соду суда я беру вот такую вот неполную чайную ложку если хотите можете воспользоваться весами взять ровно 4 грамма хорошо все перемешиваю и добавляю новую порцию муки тесто должно получиться мягким и слегка липковатым сильно мукой его не забивайте тесто на стол я не переношу вымешиваю прям в посуде в общем в тесто у меня уйдет 400 грамм муки у вас может уйти чуть больше или чуть меньше плюс минус 50 грамм как тесто удалось собрать вот в такой вот комочек я перестаю добавлять муку и оставляю тесто отдохнуть на 15 минут вот таким вы должно получиться тесто сейчас я помою руки и покажу вам каким она получается чтобы тесто сверху не подсыхала я накрываю его пленкой или полотенцем прошло 15-20 минут я стол посыпаю хорошо мукой и переношу туда тесто сверху тесто тоже хорошо посыплю мукой так как она липкая и буду делить на нужные части тесто я поделю на 6 частей у меня небольшая сковородка я буду жарить маленькие лепешки если у вас есть большая сковорода тесто можно разделить на четыре части каждый кусочек теста я хорошо обваливаю в муке чтобы он не прилипал ни к столу не к рукам в раскаленную сковородку я наливаю масло примерно на 2 полтора сантиметра и раскатываю лепешку стол обязательно хорошо посыпаю чтобы тесто не липло лепешку можно раскатать при помощи скалки или расправить все руками тесто очень мягкая поэтому руками сделать это очень легко толщину лепешки делаю примерно 1 сантиметр лепешку стараюсь сделать одинаковой толщины немного вот так отряхну муку также можно воспользоваться кисточкой и смести всю лишнюю муку масло у меня хорошо разогрелась я опускаю лепешку лепешку жарю на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон моя сковородка жарит немножко неравномерно она больше поджаривает в середине поэтому выбирайте такую сковородку чтобы был равномерный нагрев пока жарится лепешка я раскатываю новый кусочек теста при необходимости я доливаю масло в сковородку жду чтобы она разогрелась и продолжаю жарить лепешки за все время жарки масло я не меняю если вы будете делать двойную порцию тогда в середине процесса жарки я вам советую поменять масло так как мука начинает гореть жарятся такие лепешки очень быстро и очень скоро вы получите вот такую вот гору вкусных пышных лепешек конечно же такие лепешки вкусные пока они еще теплые подавайте их со сметаной с вареньем или сгущенным молоком друзья пробуйте готовьте очень жду ваших отзывов после приготовления как видите готовится все очень легко и просто из доступных и простых продуктов спасибо что были со мной кто еще не подписан подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео желаю всем приятного аппетита хорошего настроения всем пока